Всем привет! Это показывает не Москва, а программа о жизни российских регионов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет. Или уже достал. Из этого выпуска вы узнаете. А что вы почувствовали, когда они за вами пристроились? Это трудно передать. Трудно славу подобрать, но приятное чувство. Выхорошая чувство, да? Приятное, хорошее, доброе чувство. Зачем российские власти преследуют квадроберов, если пионером квадробинга был Владимир Путин? Отчего вдруг вспыхнул Северный Кавказ? И за что перед Кадыровым извиняются депутаты? Каково жить в доме, который рассыпается от прикосновений? И за что мы будем помнить легендарного Виталия Наливкина? На этой неделе в России отметили День Учителя. Безусловно, учитель – одна из самых нужных и благородных профессий на Земле. Хотя некоторые российские учителя заставляют в этом сомневаться. Вот, к примеру, урок труда в одной из школ Красноярска. Что-то мы сегодня распизделись, а? Щенки ебаные, бля. Видео завирусилось, и педагога отстранили от работы. При этом другие, не менее серьезные проступки учителей, воспринимаются в России как должное. Например, помощь в фальсификации выборов или использование детей в грязных политических играх. Помните, в этом неизменно обвиняли Навального и его сторонников, когда на акции протеста выходила молодежь. Но вот наступило 7 октября – день рождения Владимира Путина. И педагоги по всей стране бросились за счет детей зарабатывать очки перед начальством. Эпидемия поздравлений в адрес вождя охватила десятки учебных заведений – и школы, и вузы, и детские сады. И теперь террористов не будут жить спокойно и сеять земель, ведь на страже Владимир Путин – всеми любимый наш президент. С днем рождения, Владимир Владимирович! Владимир Владимирович, поздравляем вас с днем рождения! Поздравляем! С особым размахом день рождения Путина отпраздновали в его родном Санкт-Петербурге. Студентов Балтийского технического университета вывели для этого на Дворцовую площадь. Сегодня студенты и сотрудники военмеха собрались здесь, в самом центре Санкт-Петербурга, в Дворцовой площади, чтобы поздравить нашего президента. С днем рождения! В Ямало-Ненецком автономном округе взрослые поставили второклассников на колени, выстроив их в священную фамилию. Руководила спецоперацией учитель и секретарь первичного отделения «Единой России» Надежда Мещерякова. Она сначала с гордостью отчиталась об акции ВКонтакте, но потом почему-то закрыла свою страницу. Возможно, реакция на фото оказалась не той, на которую она рассчитывала. В селе Викулова Тюменской области баннер с портретом Путина разместили на фасаде школы. Глава района назвал президента примером для подрастающего поколения. Но все же приз за самое подхалимское поздравление уходит в Махачкалу. Местные жители растянули на главной площади Триколор и выстроились в слово «сила», а в небо запустили воздушный шар с портретом вождя. Думаю, многим при виде этого зрелища захотелось, чтобы шар уволок в небо не портрет, а самого Путина и куда-нибудь подальше из страны, например, в Гаагу. Но пока Путин все еще сидит в бункере. И прямо оттуда он запустил производство новой модели автомобиля «Лада» – «Ауры». Она должна стать главным конкурентом китайским авто, которые заполнили российский рынок. Путин похвалил машину, за руль которой садился этим летом. Он сказал, что все в ней устроено по-современному. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному. Все-все-все. Реально. Заднюю передачу включил, экран с задним обзором. Все очень удобно. Вообще-то парктроник с камерой заднего вида, как и многие другие опции, это вполне стандартные вещи в современных авто, давно взятые на вооружение ведущими производителями. Поэтому восторг Путина несколько удивляет. Как удивляет и цена «Ауры», которая начинается от 2,6 миллионов рублей. Видимо, машина предназначена главным образом для участников СВО, которые теперь люди при деньгах. Ведь сам Путин, как и его подчиненные, на этом автомобиле точно ездить не будет. Разве что только для показухи. Всю минувшую неделю в России взрывались и горели военные объекты. ВСУ нанесли удар по складу Подъейском в Краснодарском крае, где хранились иранские беспилотники «Шахет». Той же ночью еще один удар украинских БПЛА пришелся по складу боеприпасов в Брянской области. А в Адыгее дроны атаковали аэродром «Ханское», где базируются военные самолеты. Руководство республики объявило эвакуацию близлежащего поселка. В Краснодарском крае этого сделать не успели, поэтому жители частного дома в Славянске-на-Кубане остались без второго этажа. Уебали бы нахуй, запустили нахуй. Ну да. А жители Белгородчины тем временем вынуждены переходят на проводные телефоны. По словам главы региона Гладкова, из-за обстрелов в области повреждены 70 вышек сотовой связи. Доброе утро, дорогие друзья. Проверили состояние проводной связи в приграничных муниципалитетах. Последние несколько лет уже забыли, что она существует. Да, приграничные регионы горят и детонируют из-за войны. Но и вся остальная Россия оказалась перед лицом новой угрозы. Настолько страшной, что на время российское начальство как будто даже подзабыло про Украину и НАТО. Имя этой угрозе – квадроберы. Представители этой молодежной субкультуры переодеваются в костюмы животных и копируют их повадки. Рычат, лают, мяукают и передвигаются на четвереньках. Иногда с большой правдоподобностью. Движение зародилось в нулевые годы в Японии и постепенно распространилось по всему миру. В России о тренде заговорили в этом году. И сразу же в панической тональности. Зет-патриоты из организации «Ветераны России» написали обращение в Генпрокуратуру и потребовали признать квадробинг экстремистским движением. А депутаты Госдумы стали разрабатывать законопроект о запрете деструктивной идеологии. Там заявили, что в России с ее высокими семейными ценностями существование такой субкультуры неприемлемо. Поэтому на родителей квадроберов призвали заводить дела и решать их родительских прав. Политолог и пропагандист Михеев вообще назвал подражание животным извращением, которое пришло с Запада. Ведь все эти хождения на поводке, все эти ассоциации себя с бессловесным животным, это же все то, что называется БДСМ. Это же все вот это вот садомаза хрень, это же оттуда. Все эти поводки, все эти маски, ошейники, представление себя бессловесным животным, чьим-то рабом и прочее, это же все оттуда. Тема вышла на высокий дипломатический уровень. Министр иностранных дел России Лавров на саммите глав СНГ поинтересовался у коллеги из Армении, есть ли квадроберы у него в стране. А спикер Госдумы Володин написал целую колонку, где слово квадробер, хотя и не упоминается, но явно подразумевается. По его мнению, США и страны Запада всегда были одержимы идеей мирового господства, и долгое время им удавалось сохранять гегемонию за счет грабежа, насилия и захватнической политики. Но когда Вашингтон и Брюссель стали терять свое доминирование, они решили расчеловечить россиян, видимо превратив их в кошек и собак. Чтобы продолжить править миром, они реализуют проект расчеловечивания, цель которого, чтобы люди перестали быть людьми. Это не ново. Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно его порабощает и лишает цельности. Организовано расчеловечивание, конечно же, через отказ от детей и семьи, а также пропаганду ЛГБТ и смены пола. Но здесь заходим в тупик. Во-первых, у Путина тоже официально нет семьи. А во-вторых, он и есть первый российский квадробер. Путин стал им в 2012 году, когда принял участие в эксперименте по спасению стерхов, совершив полет на дельтаплане. Президент России переоделся в белый балахон и показал выращенным в питомнике птицам маршрут перелета на зимовку. Птенцов еще до появления на свет приучают к записанному звуку криков родителя. Передатчик с родным голосом устанавливают на дельтаплан. И если эксперимент сработает, то птенцы примут его за вожака и полетят к новому безопасному месту зимовья. Вот только за своего, а бы кого птицы не примут. Чтобы приняли, Владимир Путин оделся во все белое. Вот и дельтаплану цвет крыльев изменили. К птенцам журавлей Путин отнесся по-отечески. Основной задачей президента было в прямом смысле наладить контакт с пернатами. Судя по возгласам специалистов, наблюдавших с земли, глава страны смог возглавить и стаю. Теперь он вожак. Стаю молодцы. Все, встали. Как признался сам Путин после приземления, изображать доминантного журавля, то есть быть квадробером, ему понравилось. А что вы почувствовали, когда они за вами пристроились? Это трудно передать, трудно славу подобрать, но приятная честь. Вы хорошая честь, да? Приятная, хорошая, добрая честь. Тогда, в 2012 году, государственные СМИ умилялись поступку президента. Так что же произошло за минувшие 12 лет? Почему российские власти вдруг начали видеть угрозу в бутафорских хвостах и ушах? Все просто. Квадроберы и им подобные не вписываются в реальность, где все должны ходить, одеваться и, конечно, думать одинаково. Я не знал этого слова. Вот сегодня нашему эфиру-то я читал, то есть я его слышал, сколько он мне мозолит в глаза, и решил узнать, что это такое. Я ахнул от этого. Ахнул. Ну вот давайте детишкам не позволю наряжаться. Мы наблюдаем совершенно типовую, типовую вещь. Тоталитарное государство, естественным образом, сначала берет под контроль там политическую поляну, потом оно начинает соргаться в личную жизнь, в сексуальную жизнь, потом мы берем под контроль вообще все. Оно не может ничем другим заниматься. Успешно Путин, путинская администрация, не может заняться ничем. Кроме этого, оно может брать под контроль. Еще оно может оккупировать чужие территории, еще может шантажировать, наводить ужас. Но ничего созидательного они, так сказать, ни на что созидательное не способны. А контроль – это единственное, что они могут. И поэтому контроль сам по себе, контроль становится повесткой, чтобы еще проконтролировать. Вот кто, значит, каким образом либидо свое реализует, обязательно это надо. Кто как одевает, стресс-коды уже были у нас, стресс-коды 10 лет назад учились. Да? Что читают, что смотрят, о чем думают. Да? Вот теперь дошло до детей, которые одеваются кошечками. Параллельно с квадробингом российские власти не устают вести борьбу с пропагандой child-free. Вице-спикер Госдумы Кузнецова увидела в ней угрозу национальной безопасности и призвала наказывать тех, кто призывает к бездетности. Правильно было бы, чтобы наше кино, наше телевидение, средства массовой информации были сориентированы на этот вектор. Вот есть то, что будет являться явным составом преступлений. Есть, конечно, личное мнение, есть призывы. Поэтому в законодательстве предполагается очень четко обозначить вот эту фразу «призывы». И здесь, конечно, с одной стороны, те, кто так или иначе хочет призывать к этому, будет внимательнее к своим словам. Вот что касается других форматов и других семей, информационного пространства, наших детей, вот здесь государство должно сказать свое слово. На этом фоне кажется удивительным, что государство, так ориентированное на семью и рождение детей, с охотой отправляет на войну женщин. Губернатор Белгородчины Гладков разъяснил, на каких условиях они могут принять участие в так называемой СВО. Уважаемая нотария, можно, но если вы медик, имеете профессиональное образование медицинское, среднее или высшее, и заключив контракт, ваша воинская часть находится в зоне специальной военной операции и выполняет задачи в рамках СВО, тогда вы все выплаты получаете. Видимо, кого-то из жительниц области соблазнила солидная сумма единоразовой выплаты, которую сулят за подписание контракта с Минобороны. Это 3 миллиона рублей. Едва ли такие деньги видели жители Белгородчины, которые заняты мирным трудом. Но есть нюанс. Сделки с российским государством очень рискованы. Вот и очередные участники СВО, на этот раз из Калуги, записали обращение к Минобороны с просьбой отдать им заработанное на войне. Не делаются отметки военных билетов о том, чтобы приходили службы, о том, что находились в зоне СВО, о том, чтобы получены ранения. Также у нас нет выплат по САГАЗу, по САГАЗу. У нас нет ничего. Просто больные люди, которые пришли с войны и не видят ничего. Кому-то многие заслужили на это. Удивиться. Ребята, кто дальше подписывает контракт и уже уехавшие, не дождался, если этих военных билетов, приехали туда с пустым военным билетом, без каких-либо ответов и начинают все с нуля. Вернулись с СВО сейчас, которые не прошли в срочную службу. Сейчас многих пытаются призвать на срочную службу в армуре. Это тоже вопрос такой немножко не ясен. Тем временем чиновники, которые продолжают отправлять россиян на убой, обеспокоились критической нехваткой кладбищ в стране. Вопрос оказался настолько серьезным, что на уходящей неделе его изучала Госдума. За счет кого переполняются существующие кладбища, конечно, очевидно. И это хорошо понимает автор видео, снятого летом на Колпинском кладбище в Санкт-Петербурге. Темная сторона культурной столицы России. Вот оно, блядь. Нахуй никому не впавшее СВО, блядь. Нахуй оно нужно, блядь. Сколько пацанчиков лежат, заради чего, блядь. Что там, то ебаной Украине нахуй забыли, блядь. Еб твою мать, блядь. А пацанов не вернуть нахуй. Блядь, сука, кладбище растет и растет. Сука. При этом поддерживать захоронение в нормальном состоянии готовы далеко не везде. В Томской области на могилы участников СВО регулярно наведывается крупный рогатый скот. Видишь, что делают. Смотрите, что делают. Смотрите, что делают. Все рвет, стоит. Иди отсюда. Смотрите, вот как вот здесь. Все вон опять перероняли. Вот у нас как на кладбище, где захоронены бойцы. А в Новосибирской области тем летом местные жители обороняли могилы военных от свиней, которые разрывали их, сбежав с фермы. При этом социология вполне четко фиксирует усталость россиян от войны. Свежий опрос Левада-центра показал. 47% россиян считают, что война в Украине приносит стране больше вреда, чем пользы. Тех, кто видит в ней только пользу, меньше трети, 28%. 72% респондентов заявили, что поддержат решение Владимира Путина прекратить военный конфликт. И 23% считают, что война идет неуспешно. Подозреваю, что на самом деле людей, которые не верят победным реляциям Минобороны, намного больше. Просто они боятся говорить об этом вслух. Тем временем Рамзан Кадыров предложил отправлять на войну жителей Чечни, совершивших административные правонарушения. То есть теоретически загрести на СВО могут только за то, что ты неправильно припарковался или покурил в неположенном месте. Заодно глава Чечни объявил кровную месть олигарху и сенатору Сулейману Керимову, а также двум другим кавказским бизнесменам. Поводом стала сентябрьская перестрелка у офиса компании Wildberries в Москве. Кадыров, который влез в конфликт между ее владельцами, заявил, что Керимов, а также депутаты Госдумы Барахоев и Курбанов не только причастны к разборкам вокруг маркетплейса, но и готовили на него покушение. Курбанов уже отверг обвинение Кадырова. Он записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет отношения к конфликту вокруг маркетплейса и призвал всех сплотиться вокруг Путина. При этом он упомянул, что находится за границей, на лечении. Я всегда с глубоким уважением относился и отношусь к семье Кадырова еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмад Хаджи. Досмируется над ним Всевышний. Его дело достойно продолжил его сын Кадыров Рамзан Ахматович, герой России, который также очень много сделал для восстановления Чечни, для мира на Кавказе. И сегодня очень много делают для победы на фронте, для победы над фашизмом. Я поэтому уверен, что придет время и справедливость восторжествует. И те негодяи, которые сегодня вносят вот эти распри, которые сегодня пытаются оговорить, они понесут заслуженное наказание. Одновременно глава Дагестана Меликов пообещал поддержку сенатору Керимову. На открытии парка в Махачкале губернатор отметил, что это подарок Керимова и вспомнил другие благие дела миллиардера. И все дела Сулеймана Абусаидовича Керимова идут от чистого сердца. Это помощь семьям участников СВО, поддержка в желании посетить святые места. Это восстановление православного иудейского храма в Дербенте после того, как они были сожрены и разрушены террористами. Поддержка семей погибших при отражении террористической атаки террористов, полицейских, всех без исключения, даже проживающих не в нашем регионе. Это строительство медицинских центров для больных детей. Это фонтан в Дербенте. Это парк в Махачкале. Интересно, произведет ли этот перечень впечатление на Кадырова так, чтобы он отбросил желание отомстить олигарху. В любом случае и без кровной мести обстановка на Кавказе неспокойная. Кроме разборок в верхах, ЧП происходит на улицах. То неизвестные откроют стрельбу по машине с сотрудниками центра М. Магаси, то в Грозном внезапно рванет автозаправочная станция. Все это напоминает ситуацию с тлеющим огнем, который может перерасти в большой пожар. И совершенно не факт, что его смогут потушить из Москвы. А теперь о менее привлекательных активах, из-за которых глава Чечни уже точно ни с кем воевать не станет. Аварийный дом в Энгельсе хрупкий настолько, что жители прозвали его песочным. Посмотрите видео и поймете почему. Вентиляционный канал забитый. Нам необходимо произвести сперпочистку вентиляционного канала. Дымоход тоже забитый. Надо чистить. Что здесь ремонтировать-то? Это вот, это на протяжении всего дома здесь. Песочные стены, песочный дом. Урицкий 21. Вал этого дома. Если прислушаться, хорошо слышно течь. Слышно? Ну, прям по кушкам. Что тут капитали? Мы если так постараемся, мы сейчас дом по терпичеку разберем. Ну, тут я думаю, прям кусок отмостки сняли. Это вот в таком состоянии здесь весь дом. Видите, даже особых усилий не надо. Там, вместе с терпичами отвалилось. Зданию уже больше 60 лет. Жители пишут жалобы в разные инстанции с 2020 года. Но чиновники признали дом аварийным только тогда, когда он попал в эфир Первого канала. А ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Бастрыкин. Впрочем, и это ничего не значит. Люди продолжают жить внутри развалюхи, которая рассыпается на глазах. Умер актер, сыгравший легендарного депутата гордумы Уссурийска Виталия Наливкина. Андрей Неретин скончался после перенесенного инфаркта. Его герой Наливкин был типичным народным избранником от «Единой России», тупым и исполнительным. И в этой правдоподобности очень смешным. Скетчи про Наливкина были так популярны, что вместо аккаунта мэра Уссурийска поисковики показывали ссылки на страницы Наливкина. Но в 2022 году у создателей проекта начались проблемы. На них возбудили уголовное дело после ролика, в котором депутат боролся с терроризмом. Поступил сигнал о том, что на одной из городских автобусных остановок заложена бомба. Однако вместо саперной группы на место действия внезапно прибыл председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин, который сразу взял данную ситуацию под свой личный контроль. Чего вы стоите без банкова? Кроме меня, некому решить этот вопрос. По словам сотрудников полиции, отчитав их за нежесторопность, председатель заявил, что знает, как быстро и эффективно обезвредить опасный объект, после чего попытался уничтожить его из противотанкового гранатомета. После этого шоу пришлось закрыть. Оставшись без работы и денег, Неретин запил и стал снимать видео про сбор денег на экипировку российским военным в Украине. В итоге история получилась символичной. Ушел актер, которого раздавил путинский режим. Но навеки жив депутат-идиот Наливкин, как самое яркое его воплощение. И он останется с путинской Россией до конца. Ну и к новостям культуры. Пятиклассник из Великого Новгорода нашел на раскопе пружинные ножницы, предположительно, 10 века. Интересно, что волонтеры вроде Максима сейчас спасают ценные артефакты. На месте раскопа будут строить музей. И когда стройка начнется, исторический слой, рассказывающий о Новгородской республике, может быть уничтожен. Поэтому каждый найденный сейчас предмет на вес золота. Остается гадать, по каким находкам эксперты будут делать представление о путинской России. Надеюсь, уцелеет не только небезызвестный чемоданчик для поездок, хотя его содержимое представляет огромный интерес даже в виде окаменелостей. Это показывала не Москва, а программа о жизни российских регионов. Новую подборку самых любопытных и важных событий мы представим через неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. С вами была Фарида Курбангалеева. До встречи.